Второй год коллектив Ярославского электромашиностроительного завода трудится в условиях экономического эксперимента. Начинал его новый только что пришедший директор Турсун Абдалимович Ахунов, которого наш корреспондент и попросил рассказать о первых результатах. На встрече с народными контролерами Константин Устинович Черненко отметил, что в ходе проводимого крупномасштабного экономического эксперимента отрабатываются элементы нового хозяйственного механизма, что эти поиски дадут нам много полезного, помогут решить стратегически важную проблему, поднять эффективность народного хозяйства. Наш коллектив участвует в экономическом эксперименте. Что же дал коллективу эксперимент? Прежде всего, это возможность планирования основных своих показателей снизу, а не утверждаемых сверху. Во-вторых, фонд экономического стимулирования отдан в распоряжение коллектива. Нормативами определены образования фондов развития предприятия. Резко улучшены возможности материального стимулирования членов коллектива по результату труда. Чтобы успешно работать в условиях эксперимента, пришлось учиться всем, от рабочего до директора. Главным резервом на предприятии является внедрение прогрессивной технологии, новой техники. Только за 9 месяцев текущего года на заводе внедрены 4 автоматические роботизированные линии по обработке базовых деталей двигателей. Особой надеждой мы возлагаем на бригадную форму организации труда. На заводе созданы бригады нового типа с участием рабочих, мастеров и технологов. Работа в условиях эксперимента носит интересный творческий характер. Взаимовыгодно и работникам, и предприятию. И мы уверены, что распространение эксперимента на другие отрасли принесет большой народно-хозяйственный эффект. Экономический эксперимент открыл новые возможности для развития творческой инициативы. За значительный личный вклад уже более 150 рабочих и инженерно-технических работников получили персональные надбавки. Эксперимент рельефно высветил сильные и слабые стороны производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Устранением последних энергично занимается специальная комиссия, в которую входят руководители служб и отделов. Экономический эксперимент набирает силу.